здравствуйте добрый день чем я могу вам помочь не обращайте внимание мы просто пошли посидеть погреться здесь у вас так здорово мягко нет девушка мы пришли чтобы купить средства для усиления любви не поняла не прощайте внимание она шутит нет я не шучу вы понимаете моего мужа в последнее время не очень получается мы хотели бы купить такое средство которое вернет нам былые прелести семейной жизни не понимаете сексуальные стимуляторы мне нет а вот его нет скорее всего моей супруги нужны сексуальные успокаивающие будете а вы уверены что вам нужна медикаментозная помощь да да я уверенна например понимаете у нас была прекрасная семейная жизнь прекрасная но это экология вы знаете как она действует на мужчин представьте себе что несколько месяцев назад это был высокий двухметровый парень а сейчас не дать нельзя все соки из меня вы мне очень тут неудобно это все из-за работы я устал я сейчас отдохну и ух знаю твой ух 30 секунд вы не переживайте фармакология творит чудеса есть очень эффективное средство вот она подействует лично опробовано мной а у него есть какие-то побочные эффекты есть вечно улыбающаяся жена хорошо нам подходит пробивайте за добавки пришли ну как понравилось шикарно шикарно потом расскажу сейчас упакуйте мне пожалуйста вату зеленку бинт успокоительные наши ты да не не я думаю скорую лучше вызвать а вызывайте так дядя митя когда ты наконец уже соберешь этот злополучный шкаф для начала мне надо собрать мозг тебе что уже трудно прочитать что-нибудь длиннее ценника на спиртное душах читайте их наизусть знаю но это же ужас возьмите панель густавсу соедините паз липхнит со шпинделем крауза блин вот такое ощущение я сейчас дочитаю это заклинание и вызову дьявола если ты до конца дня не соберешь этот шкаф ты разбудишь дьявол обо мне объясните вообще в принципе зачем мы покупаем вот эти шкафы в веке да я лично точно такой могу за пол лет за полночи сделать можешь но у тебя никогда не совпадает размер полок и размер ящиков так уж шведов тоже не совпадает как у шведов это задумано дядь митя ты отсюда не выйдешь если ты не соберешь шкаф и не гроб как прошлый раз а именно шкаф ну тогда никогда отсюда не выйду не переживай я уже послала тебе за подкреплением о это дело а подкрепление будет креплены или полусладка не бывает такого здесь константиновна вызывали давить я вызывал виктор петрович помогите дмитрию ивановичу собрать этот злополучный шкаф тю ночью помоги разобрать днем помоги собрать что такое не поняла мы ж только сегодня купили этот шкаф в икея а мы вчера это шкаф икею продали я имеете ничего ничего не помнишь мы уже два месяца эти шкафы в икею поставляем собственной сборки я думаю на какие шаши мы второй месяц бухаем погоди погоди а инструкцию тоже я писал я инструкцию я шушь ты пес мердячий не мог на русском но зачем-то ты липхнет и крауз дядь мить что ты диктовал то и записывал скажи спасибо что я твой матерный поток в два раза сократил это я ты перед я шоу умный тоже ли оба вы умные гурген георгиевич а можно вам личный вопрос восемьдесят четыре что восемьдесят четыре ты хотел спросить сколько у меня было женщин восемьдесят четыре нет я хотел спросить как вы делали предложение вашей жене тише что ты так громко когда я в небе я холостой тем более при мне не надо говорить о моей жене не хочу портить настроение ты видел этого ангела которая спустилась к нам в небес чтобы сесть наш самолет и снова вернуться обратно для вас гурген георгиевич каждая девушка ангел вас уже что такое говоришь это вообще особенный аппетитная такая глаза как виноград видел да грудь как дымки попка как персик ваוט гурген георгиевич хватит есть захотелось а вы не девушку о фруктовый салат описывать а что спрашивал про предложения что задумал я хочу сделать предложение нашей стародосе вики века хорошая девушкаلك в моем списке пока нет еще что значит все А, в смысле, ее там вообще не будет. Слово грузина. Сказал и забыл. Так, а что ты от меня хочешь? Чтобы я благословил вас, что ли? Нет, можете, как вы это умеете красиво сделать, по громкой связи позвать ее к нам сюда в кабину, а я буду в это время на колени стоять и с кольцом. А, конечно, могу. Красиво сказать. Это у меня хорошо получается. Я на колени. Только ты как джигит становишься. Да, конечно. Уважаемые пассажири, с вами говорит ваш любезнейший командир борта 458. Мы сейчас просим зайти к нам в кабину пилотов самую красивейшую, самую неподражаемую эту стюардессу экипажа любви для получения заслуженного наслаждения. Выходи из-за меня, Вика. Я согласна. Что? Это не вам, это Вике. Ну, вообще-то я Марина, но ты можешь меня назвать как угодно, хоть Анжелина Джули. Вы меня неправильно поняли. Правильно тебя поняла. Это предложение, от которого не отказываются. Пошли. Куда? Пошли. Первая брачная ночь у нас будет на высоте. Причем в прямом и переносном смысле этого слова. Я тебе гарантирую, Женя. Иди, иди. Ну что ж, Викуся, пускай ты в мой список не попадешь, но главное не попасть в список Марины. На троих. Здрасте. Здрасте. А мне нужны таблетки для ума. Для ума? Может, для лучшей работы мозга? Для ума. Я вообще не работаю. А работаю только дураки. А-а-а. Знаете, что я вам, девушка, посоветую? Взять таблеточки для улучшения работоспособности головного мозга. Улучшает кровообращение, расширяет сосуды, в кору головного мозга поступает больше крови, и это увеличивает продуктивность работы головного... Девушка, вы меня слышите? Эй! А с кем вы только что разговаривали? С вами. А, да! Мне нужны таблетки для ума. Я сегодня просто прихожу к Бусе и говорю, Буся, а давай купим еще одну квартирку моей собачке-бусинке. А он такой говорит, иди в аптеку, купи себе таблетки для ума. Вот, я пришла. Вы же не хотите, чтобы моя собачка-бусинка осталась без квартирки? А-а-а. Таблетки для ума? Да! Югений Михалыч! Сейчас. Югений Михалыч. Да-да? Тут девушка интересуется, есть ли у нас таблеточки для ума. Что? Таблетки для ума. Таблетки для ума. А-а-а. Есть у нас такие таблеточки. Так давайте их! Ну, они очень дорогие, понимаете, их сразу разбирают ученые. Их мало. Да, вы знаете, деньги не проблема. Да? Да. Хорошо. В таком случае, вот. Аскорбинка? Да. Это таблетка для ума. А, да. А-а-а. 200 долларов. Ага. Ой, вы знаете, у меня долларов нет, есть только евро. А сколько это в евро будет? 400. Окей. Вот, пожалуйста. Класс. Алло, Буся, я сейчас в аптеке, и я купила таблетки для ума. Да, всего 200 долларов. Правда, у меня долларов не было, и пришлось заплатить в евро, и получилось 400. Хорошо, зайка. Буся сказал, что еще нужно вазелин в банку подарить вам. А он уже выезжает. А-а-а! Да, Пипочка, это ты классно придумала. Так, реально вкуснее. Поросеночек, а ты точно хочешь заняться любовью, или просто решил пожрать? Вот ты можешь испортить всю романтику. Аппетит перебила. Вот кто может испортить романтику. Я не поняла, что это за столовка. Доча, давно ты под носом устроилась? Мама, вообще-то здесь романтический вечер. Егор сейчас еду съест, а потом... А потом спать, да. Я там наготавливаю, а оно все пропадает. Ну, теперь я вижу, почему. Понаедаются всякой фигни, перебьют аппетит, и все. Мама, что может перебить ваше гороховое пюре? Ну, я вам устрою романтику. Ай, Поросеночек, ешь быстрее, а то горячо. Пипочка, ну я и так стараюсь, но это же третья тарелка. Как, ты еще не закончил? Как я? Мама, ну прекрати этот цирк. Какой цирк? Это же романтика. Гороховое пюре. Мама, ну ты можешь так не нагревать. Ну я не могу с дятю подавать холодное. И ты, чтобы не простудилась, доченька. Кушай, дорогой, кушай. А потом десерт. Какой еще десерт? Ну чем вы там собирались заняться после еды? Я уже ничем. Мама, ты все испортила. Что я испортила? Замоты готовить не умеешь, появятся внуки, кто их будет кормить? С такими выходками внуки у тебя не скоро появятся. А котлетки? Доктор, доктор. Что? У него слабый пульс, мы его теряем. Так, спокойно. Дефибриллятор. Ой, мы его спасли. Вы в своем уме? Что вы делаете? Кто спросил? Это еще что за самодеятельность? Что вы делаете? Вам что, делать больше нечего? А вы что, так хотите умереть? А вы что думаете? Я просто так ради любопытства ванну принимал и фен в нее бросил? Ну, мы не можем вам позволить умереть. Мы давали клятву Гиппократа, между прочим. Вы давали клятву шоколадкам и коньяку. Ладно, если вы не хотите марать совесть, я понимаю. Давайте я, типа, заболею, вы меня, типа, начнете лечить, я вам ни копеечки не заплачу и, так сказать, естественным образом, крякну. А почему вы так хотите умереть? Ой, а я смотрю, если вы такие глупенькие вопросики задаете, вам еще не приходила квитанция на отопление, да? А мне пришла. А вы знаете, что самоубийцы попадают в ад? Вот и отлично. Там и согреюсь. У меня в доме ужасный холод. Ладно, извините, у меня нет времени. Ну, что вы от меня хотите? Хороший мой, мы, конечно, готовы вам помочь, но, понимаете, ну, как бы вам сказать, медицина у нас бесплатная, да. А вот наши высококвалифицированные услуги не совсем. Если я правильно понял, вы требуете от меня взятку, чтобы ничего не делать? Ну, хотелось бы, хотелось бы. Хорошо. Вот. О. Вот, пожалуйста. Хорошо. Всего доброго. Что еще? Понимаете, нас двое, а пятисоточка как бы одна. Совесть есть у вас? Нет у меня больше денег, нету. Нету? Ну, в таком случае, не будем вам мешать, выздоравливайте. Все вам хорошее. Выздоравливайте. Скальпель, скальпель убери. Ага. Ай, а-ля-ля-ля, ла-ля-ля, ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Включить автопилот? Есть включить автопилот. Ну, вот и отлично. Теперь пару часов можем отдохнуть. Я предлагаю по чашечке фруктового чая. Мариночка, зайдите к нам, пожалуйста. Я такой чай взял. Ты сейчас попробуешь, ты ахнешь. Мариночка, пожалуйста, вот того грузинского чая нам две чашечки, пожалуйста. Хорошо. С вас 12 гривен. Что? Каких гривен? Ну, у вас в билетах чая не указано. В каких билетах? Господи, Господи, может быть, я до этого проводницей работала. Мариночка. Мариночка. Сейчас все сделаю, все сделаю. Спасибо. Чувствуешь аромат? Аромат грузии. Мариночка. Да. А вы не знаете, почему у меня датчик показывает, что туалет занят уже полчаса? Посмотрите, может, там с пассажиром что-то случилось? Случилось, Гурген Георгиевич, случилось. Санитарная зона. Какая зона? Санитарная. Что значит санитарная зона, Марина? Мы пролетаем над столицей моды Милан. Ну, так что, я это сам объявил, чтобы пассажиры смогли сфотографировать столицу моды с высоты птичьего полета, а не для того, чтобы вы туалет закрывали. А если он захочет нагадить, а не сфотографировать столицу моды, а? Мариночка, откройте туалет, пожалуйста. Хорошо, Гурген Георгиевич, я открою, но только из уважения к вам. Спасибо. Скорее. И тут она выходит в свадебном платье. Я вижу ее, и у меня прямо все внутри начинает дрожать, понимаешь? Дрожать. Что происходит? Почему все дрожит? У нас разгерметизация, перейти на ручное управление. Перешел на ручное управление. Что происходит? Ой, мальчики, извините, а где у нас лежат одеяло, потому что пассажирам холодно в салоне. Какие одеяло, Марина? У нас разгерметизация салона. А это я тамбур открыла, пассажиры курить захотели. Какой тамбур? И что, Марина, закройте дверь в свежеленье. Ты иди проследи за ней, чтобы она там стоп-кран не дернула. У нас есть стоп-кран? Да, это ты. Иди давай быстрее. Что это такое, а? Какой темный страшный лес. Попалась красная шапочка. Уходи, серый волк. Не для тебя мама пирожки лепила. А ты не хочешь спросить у меня, почему у меня такие большие глаза и ушки? Я хочу знать, а все ли у тебя такое большое? Сейчас и знаю. Это что у нас здесь происходит? А мы репетируем с коллегой. Да, у нас скоро корпоратив. Корпоратив. Каждый отдел должен приготовить творческий номер. Вот мы и делаем сказку. Красная шапочка и серый волк. А что, волк в трусах? А это чтобы в роли животного вжиться. По Станиславскому работаете. Да. Очень приятно. А это что такое? Лукошка. Что там? Пирожки. Отлично. Я как раз с работы голодный, как вот этот вот в труса. А может, не надо? А может быть, не надо? Интересные пирожки. Ну что ж, псина. Сейчас я тебя дрессировать буду. Бежать! Стоять! Сидеть! Лапу! Не трогай ее! Скотина такая! Голос! Молчать! Молодец! Хорошая собачка. Так. А теперь тапочки принеси. А вот, пожалуйста. Я сказал, принеси. Быстро! И пивка по дороге захвати. Хорошая собачка. А у тебя почему такие большие глаза? От страха. А может быть, ты меня отстегнешь, а? Не могу. Мне же твоего кобеля еще стерилизовать нужно. А вот потом займемся тобой. Ну-ка, Тузик. Шарик. Как я тебя там назвал? Ты что мне тут в так не надел? Ах ты что? Ах ты, Сиденькая. На троих. Один как картика с фраером ребят. Опа. Синя, дай мне финку. Ой, я пойду, пилю. Опа. А поинтересуюсь, а шо это за кент? А ну не пусть рисует. А серый это ж мент. Я знаю. Лейтенант Смиригин. А ну-ка, быстренько прекратили вот это безобразие. Вы нарушаете общественный порядок. Слышь, ментерный, ты куда-то шел? Вот и иди, пока мы тебе вестибулярный аппарат не подпортили. Не вынуждайте меня идти на крайние меры. А то шо? Ты на что, плюшевыми мишками забросаешь? Или фантиками от барбарисок? Вообще-то я против физического насилия. Ну, тогда про баб можешь забыть. Потому что ни одна тебе добровольно не даст. Куда ж ты? А на коня? Э! А вред, что я тебе новое и вежливое. Вот за моего. Быдло. Ну, не очку обычно губят. А коньки насы. О, Санюк, смотри. Метеныш с подкреплением вернулся. Молодые люди, это вам. Чего? Предсказуемая реакция. Главное, никакого физического воздействия. Как говорится, добро должно быть с шариками. Метеныш с подкреплением вернулся. Метеныш с подкреплением вернулся. Ну, вот так. Отвечаю. А я думаю, чем это пахнет на всю школу? Увольнением. Как увольнением? А кто ж вместо вас тогда школой руководить будет? Очень смешно. Витя, я не посмотрю, что ты мой ком. Я что говорила насчет азартных игр? Вы говорили, если я еще раз буду играть в азартные игры у себя в подсобке, вы меня убылите. Поэтому мы к вам в кабинеты перешли. И этими азартными играми я школе помогаю. Так что не спугните масть. А, вот так. Что ты себе позволяешь? Я уже молчу про то, что ты к девочкам в раздевалке подглядываешь. Они жаловались. Я мячик искал. Перед каждым уроком? Ну, как он прячет, так я ищу. Что это за норматив такой? Сгоняй кабанчиком в киоск за пять минут. Это вип-норматив. С копытными. Ну, с финансовым вознаграждением. И то, если бегун уложится по времени. А мы вот так. А что у тебя со спортивным минетарем? А что с ним? Если я еще раз узнаю, что ты берешь волейбольную сетку на рыбалку и канат, чтобы вытягивать свой жигуленок, я вычту у тебя из зарплаты, Витя. Вот так вот. Понял. И справляюсь. А мы вот так вот. Сейчас приедет комиссия из ГУРАНО. Что я им скажу? Прямо сейчас едут? Да. Скажите им, чтобы рыбки взяли. О. Да, они все равно через базарчик едут. Ну. Пару подлящиков пусть возьмут. Они привезут тебе пару подзадников. И эти подзадники мои выкнут тебя из школы. И скажи мне, пожалуйста, что это за манера постоянно притаскивать в школу каких-то подозрительных людей? Что это за мужик? Нормально. Я, вообще-то, учитель труда. Молодой человек у нас учитель труда Николай Павлович. Логично. Но это же не мешает мне быть учителем труда в соседней школе. Тем более этот мужик, как вы высказались, поможет нам сэкономить на спортивном инвентаре. Как? Как. Если я у него сейчас выиграю, то наши дети весь следующий год будут прыгать через него. И козел гимнастический нам не понадобится. Поэтому не мешайте нам развивать физкультуру и спорт. За спорт. За труд. Рыба. Готовься. Козел. Так, Коля, давай, улегся быстро, а то я тебя свяжу, как в прошлый раз. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здравствуйте, Виктория. Как вас там? Почему так срочно вызвали? Я не понимаю. Вы же меня разби... В смысле, оторвали от совещания. А между прочим, идет... Решается судьба страны. Понимаете, это как бы не я вас вызвала, а... Вот. Егор Григорьевич Хабарченко. Да, что случилось? Вы задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Так, интересно, меня еще никто деньги не выманивал. Молодец, Виктория. Как тебе там? Что там у нас? Ремонт? Шторы? Понятно. Что вы такое говорите? Да мы сами за свои деньги делаем ремонты в нашем детском садике. Очень смешно, согласитесь. Очень смешно. Что-что? Ой, детки, кажется, зовут. Подождите. До свидания. Подождите, Виктория, как вас там? Да что, Коленька, что? Что-то произошло, я не понимаю. А это вы мне сейчас объясните. Смотрите, это рисунок вашего сына. Он называется «Дом, в котором я живу». А... Ну и что в нем такого? А то, что в декларации вы указали, что у вас однокомнатная квартира и москвич. А на рисунке трехэтажный особняк и гараж на пять авто. Ну какие пять авто? А у меня однокомнатная квартира, абсолютно правильно. А у мальчика очень бурная фантазия. Вы знаете, мы проверили его фантазию, и она оправдалась. У вас действительно трехэтажный особняк. Нет, 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 голубчик, вы ошибаетесь. У меня нет никакого особняка. В нашей стране, может быть, и нет. А вот на Мальдивах есть. Э, Мальдивы? Господи, где это? В Малайзии, что ли? Очень смешно. А как вы объясните этот рисунок? Ну что... Это не с бабушкой и дедушкой в деревне, а с вами, прыгая с парашютом, с отеля Бурдж-Аля-Раб. Бурдж... Боже мой! Да мне это и не выговорить никогда в жизни. Послушайте, голубчик, а я же не сказал вам, я тоже неплохо рисую. Разрешите продемонстрировать. Этот рисунок я называю... Давайте все забудем и разойдемся по домам. Очень талантливый рисунок. А знаете, что я вам на него отвечу? Пожалуйста. Вот. Вот так. С конфискацией. А я знаю эту игру. А я ставлю сюда крестик, а вы? А я вам тогда сразу поставлю два нолика. Два нолика сразу нельзя. Почему же нельзя? Поедемте к нам в галерею. Я познакомлю вас там с такими же талантливыми художниками, как вы. Они вас обучат интереснейшей технике лепки из хлебных мякишей и резьбе по дереву. Поедемте, поедемте. Давайте. Виктория, как вас там? Что ж вы меня знали? Молодец, человек, давайте, договорим их трону. Хапула! На троих! Молодец. 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 Молодец.